Уметь сливаться с пустотой и мыслью проникать в алмаз, как будто он пустой, А также все разъять, как скальпелем своим умом, и тут же все сомкнуть, Так в космосе совсем пустом мерцает млечный путь. Тогда галактика моя всей пустотой своей соединится с пустотой галактики твоей, И понесемся мы с тобой в объятьях пустоты, и тотчас стану я тобой, и мною станешь ты. Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, Дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное, А, впрочем, концертный зал на тысячу с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, А безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, То человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразия. Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, Неподалеку жившее, смотрел в окно и видел греческую церковь. Все началось с татарских разговоров, А после в разговор вмешались звуки, Сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор С подвешенной к стреле чугунной гирей, И стены стали тихо поддаваться, Смешно не поддаваться, если ты стена, А пред тобою разрушитель. К тому же экскаватор мог считать ее предметом Неодушевленным и до известной степени подобным себе, А в неодушевленном мире не принято давать друг другу сдачи. Потом туда согнали самосвалы, бульдозеры, И как-то в поздний час сидел я на разваленных апсиды. В провалах алтаря зияла ночь, И я сквозь эти дыры в алтаре смотрел на убегавшие трамваи, На вереницу тусклых фонарей, И то, чего вообще не встретишь в церкви, Теперь я видел через призму церкви. Когда-нибудь, когда не станет нас, Точнее, после нас, на нашем месте, Возникнет тоже что-нибудь такое, Чему любой, кто знал нас, ужаснется, Но знавших нас не будет слишком много. Вот так, по старой памяти, Собаки на прежнем месте задирают лапу, Ограда снесена давным-давно, Но им должно быть грезится ограда, Их грезы перечеркивает явь, А может быть, земля хранит тот запах, Асфальту не осилить запах псины. И что им этот безобразный дом, Для них тут садик, Говорят вам садик, А то, что очевидно для людей, Собакам совершенно безразлично, Вот это и зовут собачья верность. И если довелось мне говорить всерьез Об эстафете поколений, То верю только в эту эстафету, Вернее, в тех, кто ощущает запах. Так мало нынче в Ленинграде греков, Да и вообще вне Греции их мало, По крайней мере, мало для того, Чтоб сохранить сооружение веры. А верить в то, что мы сооружаем, От них никто не требует. Одно должно быть дело — Нацию крестить, А крест нести уже совсем другое. У них одна обязанность была. Они ее исполнить не сумели. Непаханное поле заросло. Ты, сеятель, храни свою саху, А мы решим, когда нам колосится. Они свою саху не сохранили. Сегодня ночью я смотрю в окно И думаю о том, куда зашли мы И от чего мы больше далеки От православия или эллинизма. К чему близки мы? Что там впереди? Не ждет ли нас теперь другая эра? И если так, то в чем наш общий долг? И что должны мы принести ей в жертву? 1966 год Песочные часы и стеклянная оса, И осы ангелов раи, как дым, повисли, Осинное гнездо разворошил я сам, Все прошлое мое, упрятанное в письма, Ласкает, жалит, колется, болит Отчаяние любви, уныние, Осколки корявых слов И жгучей плетью стыд За трусость жалкую, За глупые восторги. В который раз переверни часы, Верни в комод бумажной жизни ворох, Струись песочек по стеклу осы, Пока не перейдешь в могильный шорох. Подарки В какой-то вчерашней, позавчерашней, Советской, греческой, македонской, В какой-то нелепой, далекой, страшной жизни, Египетской, вавилонской, Меня убивали в лоб из флангов, Мечами, дротиками, стрелами, пикой, Но и я убивал. В смертоносных фалангах я был впереди, И Александр Великий, мой бог, мой вождь, Потомок Геракла дарил мне золото и диаманты, А я боялся лишь яда или теракта, Особенно в Индии и в Самарканде. Или вот, я, верховный жрец в Древнем Египте, Умирая фараон, владыка вселенной, Дарит мне место в своей пирамиде. Пришлось сорок лет вскрывать себе вены, И как будто вчера я таскал пулемет в Испании, А потом в Гзеларде тачки с рудой В знойном июле умирал равнодушно, Без страха и паники, Получив от чекистов в подарок две пули. Сатир, покинув бронзовый ручей, Сжимает канделябр на шесть свечей, Как вещь, принадлежащую ему, Но, как сурово утверждает опись, Он сам принадлежит ему. Увы, все виды обладания таковы, Сатир не исключение, Посему в его мошонке зеленеет окись. Фантазия подчеркивает явь, А было так, он перебрался в плавь через поток, В чьем зеркале давно шестью ветвями дерево шумело, Он обнял ствол, но ствол принадлежал земле, А за спиной уничтожал следы поток, Просвечивало дно, и где-то щебетала филомела. Еще один, продлись все это миг, Сатир бы одиночество постиг, Ручьям свою ненужность и земле, Но в то мгновение мысль его ослабла, Стемнела, но из каждого угла Не умер, повторяли зеркала, Подсвечник воцарился на столе, Пленяя завершенностью ансамбля. Нас ждет не смерть, а новая среда, От фотографий бронзовых вреда сатиру нет, Шагнув за Рубикон, он затвердел от пейс до гениталий, Наверно, тем искусство и берет, Что только уточняет, а не врет, Поскольку основной его закон Бесспорно независимость деталей. Зажжем же свечи, Полно говорить, что нужно чей-то сумрак озарить, Никто из нас другим не властелин, Хотя попознавение зловещи, Не мне тебя, красавица, обнять, И не тебе в слезах меня пенять, Поскольку заливает стеарин Не мысли о вещах, но сами вещи. Поезд жизни Поезд жизни несется во мрак, Глянь, уже громыхает в туннеле, Ты кричишь, это все, как же так? А в ответ, это так, в самом деле, Боже мой, ах ты, Боже ты мой, Позади столько грусти и счастья, Как смириться с потерей такой, Как уйти от последней напасти, Дезертировать в детство назад, Или лучше в утробу, как в прятке, Эк, хватил, после смерти и так Ты окажешься в чьей-нибудь матке. Но тогда за военным столом Мне б жевать лебеду, как мочало, С кукурузной лепешки углем. Я готов повторить все сначала. Вон на печке кипит котелок, В нем доверху гнилая картошка, Вместо чая у нас кипяток И возможность погреться немножко, Скарлатина, понос, дифтерит, Одиночество в жаркой кроватке. Это все об одном говорит, Детство было не очень-то сладким, Да и после не слаще пришлось, Хоть судьба и дарила подарки Лев, близнец, два тельца, Даже лось, чудо-звери в моем зоопарке. Жизнь, как битва на чаше весов, Либо ввысь, либо в бездну, в болото. Я готов, я и вправду готов Честно биться до смертного пота, И над бездной уж еле дыша Вспомнить мать, скарлатину и голод, Чтобы с жаркой надеждой душа Полетела в космический холод. Поле надо пахать, ровнять, бронить И еще удобрять, От человека травить, убивать, хоронить, А потом прославлять. Как жаль, что тем, чем стало для меня, Твое существование не стало Мое существование для тебя. В который раз на старом пустыре Я запускаю в проволочный космос Свой медный грош, увенчанный гербом, В отчаянной попытке возвеличить Момент соединения. Увы, тому, кто не умеет заменить Собой весь мир, Обычно остается Крутить щербатый телефонный диск, Как стол на спиритическом сеансе, Покуда призрак не ответит эхом Последним воплем зуммера в ночи. В былые дни я пережидал Холодный дождь под колоннадой биржи И полагал, что это Божий дар, И, может быть, не ошибался. Был же я когда-то счастлив, Жил в плену у ангелов, Ходил на вурдалаков, Сбегавшую по лестнице одну, Красавицу в парадном, Как Иаков подстерегал. Куда-то навсегда Ушло все это, спряталось, Однако, смотрю в окно И, написав «Куда», Не ставлю вопросительного знака. Теперь сентябрь. Передо мною сад, Далекий гром закладывает уши, В густой листве налившиеся груши Как мужеские признаки висят. И только ливень в дремлющий мой ум Как в кухню дальних родственников вскарит, Мой слух об эту пору пропускает Ни музыку еще, Уже не шум. Реинкарнация Дописывает жизнь очередной роман. Последняя глава Оставлена молитвом, Подняв бокал, Седой эротоман С улыбкой салютует Юным нимфам. Им всем, увы, Давно за шестьдесят. А эта дивная Ужель переродилась, И я ловлю ее Недоуменный взгляд, Как будто этой ночью Ей приснилось Безумие Всех наших Тех Ночей. Скоро, Скоро ночи Снова станут Короче, А дни Начнут прибавляться Чуть не на мили, И все это будет Сразу после дня Рождения Джугашвили. Ну, а к пятому марта, Ко дню инсульта его Или инфаркта, Даже на севере Снег уже тает, А страна вся сияет И расцветает. Слава тебе, Сосо Джугашвили, Будем вечно верны Мы твоей могиле, Пока совсем стариками Не стали. Пока не прикончит нас Новый Сталин. В эту зиму с ума Я опять не сошел, А зима, Глядь, и кончилась, Шуму ледохода И зеленый покров Различаю, И значит здоров. С новым временем года Поздравляю себя, Из зрачока фонтанку слепя Я дроблю себя наста, Петерней по лицу провожу, И в мозгу, как в лесу, Оседание наста. Дотянув до сидин, Я смотрю, как буксир Среди льдин Пробирается кустью. Не ниже Поминания зла, Превращение бумаги В козла Отпущение обид. Извини же За возвышенный слог, Не кончается Время тревог, Но кончаются зимы. В этом суть перемен. В толчье В перебранке камен На перу Мнимазины. Ариадна, богиня, Какая ты все-таки дура В тридцать седьмом Отказаться от мира, Парижа и Лувра, Возвратиться в Москву, Прямо в лапы к Ежову, Попасть за решетку, Отсидеть восемь лет, Через год получить Пожизненную путевку На бесплатный курорт В Заполярье, Тупой Туруханск, Заурядный, Могильно-белесый, Бесхитростный Хамск, Где навечно запомнили Каждый бес Или ангел, Как смердели в нем Джугашвили и Гаухман Янкель. Ну а ты, Наивный работник культуры, Голодный цыпленок, Будь один хоть там Кинолюбитель, Осталось бы Несколько пленок, Как писал Эты лозунги Под сиянием Северных кружев, Прославляя Октябрь или май При пятидесятиградусной Стуже. Ах, какая же Все-таки гнутность, Какая надсада, Тлеть нежнейшей душой В лютом морге Советского ада. И улетали гуси Треугольниками, Как фронтовые письма С похоронками, И уходил последний пароход, С трудом сентябрьский, Раскалывая лед, Среди глухих снегов, 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 Среди отстужек, Как стекло деревьев, Средь бронированных Полупрозрачных льдов, Нехватки соли, Хлеба, сил, поленьев, Стихов, любви, Тепла, цветов друзей И страстной жажды Каждодневного рассвета В полугодичном мраке Черных дней, В полугодичной сги Слепого света. И ведь ни разу Даже мысли не проснулось, Какая же ты дура, Что вернулась. И все-таки Мечты всегда ведут Туда, туда, Против течения Енисея, Где может быть, А вдруг, Когда-нибудь, Ты повстречаешь Своего Тизея. А сколько дней Ждала ты день, Когда в твоей груди Клубок кровавой нити Начнет разматываться И поможет выйти Тебе самой Из лабиринта льда. Уже два года Траурную речь Ты наизусть твердишь Под звуки гимна, А Енисей Все продолжает течь Величественно И противно. Пиар Посвящение Пуси Райот Стоит безрукий пионер Напротив безголовой церкви, Как восхитительный пример Всей эпохальной переделки. И ложь слепой И жадный крот Скрепляет, Как бетоном швы им, Так идолом своим фальшивым Фальшивый молится народ. А мы, оставленный Христом, Молим Его, Чтоб тьму развеев, Он огненным своим хлыстом Изгнал из храма фарисеев. Эй, жизнь, куда ты? Стой, в глазах туман! Игра ума, галлюцинации, обман. Все годы я лишь корень твой ищу, Ведь в сущности всего-то я хочу Писать стихи и слушать словья Сквозь шторы терпкое благоухание мая. Жизнь, это ты? Да, вроде бы твоя. Постой, да как же? Я же улетаю, Сливаюсь с ливнями, туманом и грозой, Ручьями, липами, кустами и мостами, Меняюсь соловьем местами, И на себя его глазами Гляжу с негодованием и тоской. Эх ты, старик, Ты быстро устаешь, Ты даже трясогузкой не поешь, А было время, Стоп, не сметь, не ныть, А то еще завоешь тут, как выпь. Бери пример с крота или вороны, Крот прячется в нору, Ворона в кроны, Устрой в своей пустой башке гнездо, Свернись калачиком и памятью накройся, И ты вся жизнь от юности и до Откроешься и ложью, и геройством, И сквозь потусторонний мутный свет Я слышу ободряющий ответ. Да, это правда, Каждому свое, А в бездне жизни Мы еще споем, Так что лети И, главное, не бойся. Подруга милая, Кабак все тот же, Все та же дрянь Красуется на стенах, Все те же цены, Лучше ли вино? Не думаю, Ни лучше и ни хуже, Прогресса нет, И хорошо, что нет. Пилот почтовой линии один, Как падший ангел, Глушит водку, Скрипки еще по старой памяти Волнуют мое воображение, В окне маячат белые, Как девства, крыши, И колокол гудит, Уже темно. Зачем лголаты? И зачем мой слух Уже не отличает лжи от правды, А требует каких-то новых слов, Неведомых тебе, Глухих, чужих, Но быть произнесенными могущих, Как прежде, Только голосом твоим. Я сижу у фонтана И укропом, Скучно ездить, мой друг, По всяким Европам. Тут, несомненно, Больше древней культуры, Нимф грудастых, Аполлонов голых скульптуры, Половина безруких, Или с проваленными носами, Хотя пионеры в наших вонтанах Тоже не все с ногами. Верие, конечно, Больше грязи и пьянства, Но есть и статуи, К примеру, Зои Космодемьянской. Да в селах наставлены С кепками ильичи, Прямо против церквей, Где освещаются куличи. Если каждого из них Раздеть, как звезду порно, Аполлонов лысых Будет у нас по горло. И ничего, что Зоя на вид Уж больно сердита, Скинь с нее одежонку. Вот вам наша Советская Афродита. Я сижу у фонтана, Здесь сыро и малолюдно, Надо мной плывут облака, То в виде осла, То верблюда. Если смотреть только вверх, Кажется, будто ты На окраине Верии, А глянешь кругом Аполлоны без носа, Нимфы грудастые, Олейтею иери. Яблоко от яблони, Апельсин от апельсина, Свинья не родит бобра, С грехом пополам Я вырастил сына, И лучшего нет добра, Годами мотался По городам и весям, Зарабатывая копейки Кривлянием и лицом, С ним всегда был на равных И строг, и весел, Был ему матерью, Бабушкой и отцом. Умирай от нежности, Боялся потискать его, Обнять, признаться в любви, Предпочитая видеть его Упрямым и диким, Ох, как боялся, Ведь я заменял ему мать, Дико боялся появления у него Комплекса Эдипова. Мальчик на велосипеде, Молодая мама, Все же ас, Дожил до веди, Пронесло над ямой, Сколько чистых душ Сгубили Г.П. урдалаки, Сколько кровушки попили У людей собаки, Слышал больше полувека, Только буки-буки, А теперь чека-ловека Взял бы на поруки, И в мечтах я по ночам бы, Да простят мне боги, Всем российским палачам бы, Как гебил бы ноги. Мечты Мой старый дом, Мой одичавший сад, Мой хлам на чердаке, Что выбросить не смею, Заросший сорняками рай и ад, Там яблоки гнилые, Жабы, Змеи, Ведь было время, Крыша не текла, Как снова превратить берлогу В сказку, Снести, Взорвать, Из стали, Из стекла построить новую, Но кто бы дал подсказку, Ни сил, Ни воли, Ни желания, Весь обломовским Объято цепенением. Найти б киргизов, Попросить залезть на крышу, Выслушать их мнение, Позвать таджиков, Кризис-огород подмогой Будет очень ощутимый. Таджики — Замечательный народ, Он вырастет мне виноград и дыни, Узбек положит новенький паркет. А молдаванин выроет колодец, Мой дом и дикий сад За пару лет Облагородит честный инородец. И я подумал, Как бы хорошо, Полезно, выгодно И очень кстати право Для счастья общего Иван, Кадыр, Ашот Вернуть бы всем нам Крепостное право. Молодая луна, Новолуния, Можешь ей не показывать грошика, Поздно, рано ли станешь мумией, И душа отлетит воробушкам. Как боялся я этого времени, А теперь не страшусь и тризны, Жизнь становится скучным бременем, А цветные сны слаще жизни. Двадцать лет назад, Будто позавчера, Двадцать лет вперед уже вечность, И мои подлунные вечера Удаляются в бесконечность. На плаху позднего раскаяния Венке вины неискупленной Я то ли Авелем, То ли Каином Склоняюсь Мысли воспаленные. Душа моя тысячелетия Переходила в плоти с плоти, Сквозь казни, виселицы, Плети и короны, Троны, лавры, взлеты. Жила то гневом, То любовью, Но как недавно, Как отчаянно, Брат Авель, Обливаясь кровью, Молила жизни брата Каина, Веками бездна нависает Над нами черной хищной птицей, А я мучительно не знаю, Я жертва Или я убийца. Ни сапфира, ни кристалла, Ни наследства, ни престола, Нам богатства не пристало, Нам чего-нибудь простого, Водки, пиво, хлеба с маслом, Горстку риса, чашку чая, Разговоров без опаски, Путешествий без печали, Жизнь прошла, а денег мало, Обойдемся хлебом с солью, И с отвагой экстремала Встретим старую скосою. Я детство прожил в нищете войны, Хотя наш город и не знал бомбежки. Все зимы с осени до весны Давились мы гнилой картошкой, Зато весной какая благодать! Крапива, лебеда, лучок-голубчик Колдует ночью у костра с кастрюлькой мать, Слезами заправляя жидкий супчик. А голод борется во мне с голодным сном, Сон победил, закапал летний дождик, Вдали осел перекликается с ослом, Сестра толкает в бок, Не спи, художник! Художнику три года На ногах, в кровавых кракелюрах, Цыпки клинопись, Испанский башмачок. Замечу на полях, Так началась любовь К испанской живописи. Нас будят предрассветные гудки, Хрипят, свистят, гудят, трубят, Меняются, и жизнь у матери На страшном полпути. А у меня лишь только начинается. Однажды ночью, не в бреду, а в яве, Откроется мне горестный реестр, Небесный прокурор его объявит Под похоронный траурный оркестр. Как оказалось, от начала света Я соучастник миллионов бед, Я вечно жил, не ведая про это, И вот теперь за все держу ответ. Меня не ждут ни почести, ни лавры, Я не попал по возрасту на фронт, Из-за меня подохли динозавры И чудо-птичка под названием Дронт. Я виноват, что проклята Россия, Раб вечно величает палача, И что, не став я вовремя мессией, Не вызвал паралич у Ильича, Я виноват, что бешеный Везувий Спалил и Геркуланом, и Помпей, И что в начале сталинских безумий Не дал ему бокала с ядом. Пей! Субтитры создавал DimaTorzok